Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. 10 лет в условиях чрезвычайной ситуации. Чиновники не могут переселить жителей опасного дома в Жасказгане. Дом дает усадок, стены и потолки трещат по швам. Спасти за 80 сенье. В квитанциях многих карагандинцев появилась графа «Услуга спасателей». Прокуратура посчитала это незаконным. Медиация набирает популярность в стране. Благодаря этому примирительному процессу удалось разрешить около тысячи спорных вопросов, не доводя их до суда. Чиновники Жасказгана около 10 лет не могут переселить горожан из аварийного дома. Заключение о непригодности всех несущих конструкций дома было выдано в 2010 году. В документе было написано о необходимости запрета эксплуатации дома и расселения жителей 4 и 5 подъездов. Часть жильцов наиболее опасного подъезда расселили, однако в большей части дома люди продолжают жить. Местные власти пока ничем им помочь не могут. Для переселения семей необходимо около 1 миллиарда тенге. Восьмиподъездный дом номер 11 по улице 30 лет Победы находится в аварийном состоянии уже около 10 лет. За эти годы жильцы дома не раз обращались в местный Акимат и другие надзорные органы. Однако ситуация не сдвинулась с мертвой точки. По словам Айнур Саринова, ее квартира находится в самом эпицентре опасности. Стены покрылись трещинами, межкомнатные и балконные двери едва закрываются. В квартире из-за этого гуляет сквозняк. Весной из трещин на потолке проникает влага, а в дожди квартиру вообще топит. Ночью мои дети слышат треск и шорох. Они боятся спать. Трещины на стенах и потолке становятся больше. Из-за этого дома холодно. Мы утепляли стены изнутри, но толку мало. Весной нас топит, и мы уходим жить к родственникам. Но так же жить нельзя. У меня трое детей, самому младшему еще и года нет. Обращаюсь к властям. Помогите нам. Не дайте случиться трагедии. По словам владельцев квартир, в этом доме живут в основном малообеспеченные и неполные семьи. Переехать самостоятельно людям некуда. В местном Акимате нам сообщили, что знают об этой проблеме. Несколько лет назад чиновники переселили часть жильцов наиболее опасных подъездов. Однако, так как в доме 8 подъездов, расстелить все семьи Акимату некуда. Для этого им нужно около 1 миллиарда тенге. В 2010 году заключение дали, а так и раньше был признан. Посередине вставка магазин был, подъезд был, пошло разрушение. Поэтому и дальше по цепочке оно пошло. Будем искать средства. Сейчас мы в область уже обращались по этому поводу. В прошлом году письма писали, что нам выделили средства в областной Акимат. Отметим, что это не единственный аварийный жилой дом в Жасказгане. Всего в городе в режиме ЧС живут жители 28 многоэтажек. Айя Мамрина, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. С нового года в квитанциях об оплате у многих карагандинцев появилась новая графа – служба спасения. Плата за услуги, о которых жители ничего не знают, небольшая – 80 тенге. Однако это вызвало массовое возмущение среди горожан. За что платить и нужно ли это людям, выясняла Лариса Хусаинова. Прокуратура области и района имени Казабекби при мониторинге средств массовых информаций заметила жалобы карагандинцев на новую услугу, которая без их ведома появилась в квитанциях об оплате коммунальных услуг. По результатам проведенного анализа прокуратурой района имени Казабекби установлены некоторые нарушения законности. Здесь необходимо было перед тем, как выставлять данную услугу в квитанции, сначала заключить в службе спасения индивидуальные договора с каждым потребителем. Просто фактически завтра потребитель не сможет юридически требовать какого-то возмещения за неоказанную услугу. Необходимо заключить договора индивидуальные, а после уже выставлять данную сумму каждого потребителя. Служба спасения. Для кого и для чего она предназначена? Андрей Придовский, начальник собственной безопасности, служба спасения ЧАЭС рассказал, что они переняли опыт частной службы спасения города Алматы. Фирма существует с 2002 года. Раньше за отдельную услугу по вызову брали отдельную плату. За вскрытие замка машины или квартиры – 6 тысяч тенге. Естественно, с предоставлением документа от владельца. Зазбив сосулек с крыши – около 15 тысяч тенге. Мы решили перенять опыт Алматы. У них с 2002 года внесены в коммунальную услугу платеж. Мы на протяжении года обзванивали наших клиентов, потому что у нас на сегодняшний день около 50 тысяч клиентов. Мы целый год обзванивали клиентам, предлагали им услугу. Также предложили, чтобы услугу внесли в единый платежный документ. То есть были не против люди, но то, что мы и сделали. То есть нашу услугу внесли в единый платежный документ. Андрей признает, они не учли то, что необходимо было заключить индивидуальные договора с клиентами. Служба спасения заключила договор только с единым расчетным центром. Но там их ни о чем не предупредили. Прокуратура Казабикбейского района внесла представление об устранении нарушения законности единому расчетному центру. Многие карагандинцы уже воспользовались услугами и остались довольны. Оплатила клиентам службу спасения 80 тенге за январь месяц. Сегодня уже февраль, и ребята с службы спасения приехали, отогрели машину, она не заводилась, замерзла. Вот машина завелась, спасибо большое. Заключили договор и будем уплачивать также по 80 тенге в месяц. Довольно-таки старые деревья, все сухостой. Мы оплатили 80 тенге, и по 80 тенге, чтобы весь наш домик небольшой. И нам предоставлена была такая услуга. Мы делили деревья, которые били покрытие дома и ложились на линии электропередач. Но мы будем работать со службой спасения. Ребята молодцы, сух на ветер не бросают, пообещали, приехали, вот сделали. Фирма службы спасения уже начала составлять индивидуальные договора со своими клиентами. Горожане, которые уже заплатили в январе, при желании могут вернуть свои 80 тенге, написав заявление в единый расчетный центр. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Один из подельников экс-премьера Стерика Ахметова освобожден по амнистии. Бывший начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Караганды Айдос Жакенов, который был одним из осужденных по громкому коррупционному уголовному делу в отношении бывшего премьер-министра страны Стерика Ахметова, освобожден от отбывания наказания на основании закона об амнистии. В Казбикбийский районный суд города Караганды поступило представление службы пробации Казбийского района о применении акта амнистии в отношении осужденного Жакенова Айдоса Гебадулаевича, который ранее приговором 2015 года был осужден к 1 году 6 месяцев лишения свободы условно, то есть к условной мере наказания. Данное представление судом рассмотрено, и постановлением суда от 7 февраля 2017 года представление удовлетворено. В отношении осужденного Жакена Айдоса Гебадулаевича применен акт амнистии, то есть закон Республики Казахстан об амнистии в связи с 25-летием Республики Казахстан. И осужденный освобожден от основного вида наказания. Данное постановление суда еще не вступило в законную силу. В Караганду с интересным предложением прибыли представители крупной ирландской компании «Международное развитие Ирландии». Компания предложила свои услуги по развитию специальной экономической зоны Сарарка и привлечению инвесторов. Аким области Нурмухамбет Абдибеков встретил гостей и обсудил возможности сотрудничества. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков встретился с представителями ирландской компании «Айдиай» – «Международное развитие Ирландии». Топ-менеджеры приехали в Караганду с деловой миссией. Ирландская компания предложила свои услуги по развитию специальной экономической зоны Сарарка и привлечению инвесторов. Якорным проектом компании стал Международный инвестиционный парк Бахрейна. Кроме того, IDI принимала непосредственное участие в диверсификации экономики Ирландии. Все наши коллеги, ввиду своего огромного опыта, занимали места первых руководителей в агентствах по привлечению инвестиций в Ирландии и уже имеют опыт, как решать проблемы, с которыми сталкивается не только регион, но также и СССР. Ирландская компания готова разработать и внедрить в пятилетний план развития специальной экономической зоны СРРК, но это вопрос цены. Топ-менеджеры озвучили стоимость услуг – более миллиона долларов США в год. Акиму областин Рухамбетов-Дибеков был заинтересован предложением и отметил опыт компании, однако решил, что область должна оценить свои финансовые возможности. Будет создана специальная рабочая группа, которая проанализирует предложения и возможности сотрудничества. Будем надеяться, что нам удастся наши интересы как бы свести в одно целое и продвинуться в этом вопросе. Специальная экономическая зона СРРК в Карагандинской области была создана в ноябре 2011 года указом президента Республики Казахстан. Территория более 500 гектаров. Предусмотрен период деятельности до 1 декабря 2036 года. Согласно планам на ее территории должно быть создано более 50 заводов. В конце встречи Аким области подарил представителям ирландской компании национальные сувениры. Осторожно паводки. Техническое состояние многих водохранилищ области вызывает обеспокоенность властей. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что водохранилища Бухаржуравского, Актугайского, Абайского, Щецкого, Асакаровского районов и города Каражал опасны. Там могут образоваться переливы и прорывы воды. Аймамрина с подробностями. Потенциальную угрозу населенным пунктам несут три водных объекта Бухаржуравского района. Меньковская, Байкадам, Лупалова. Плотина Меньковская заполнена в полном объеме. Паводковый водосброс засыпан. Плотина Лупалова находится на проезжей части дороги районного значения Беляха-Шакуре. С внешней стороны дороги в трех местах имеются большие промоины, которые засыпаны грунтом. Паводковый водосброс отсутствует. Байкадам сильно размыто и находится практически в аварийном состоянии. Неудовлетворительное состояние наблюдается и по водохранилищам Акжар, Чкаловская, Жанакала. В Актугайском районе выявлено девять бесхозяйных плотин. В Актугайском районе до сегодняшнего дня не проведены процедуры по постановке в органе юстиции выявленных бесхозяйственных водных объектов, мотивируя отсутствие потенциальной опасности со стороны данных объектов. Наиболее проблемными и опасными водохозяйственными объектами района являются Акжары, Тискинсу, находящие в районной коммунальной собственности, и водоемы номер 1-3 на территории оздоровительного лагеря Горный, Жасханатный. По Абайскому району опасными считаются водоемы Топарская, Жаманжольская, Тихоновская, Виктория и Куянде-1. В Шетском районе вызывают опасения восемь плотин, в том числе и прорвавший в прошлом году Нижний Нарбак. В Асакаровском районе проблемными являются плотины Акпан, Русская Ивановка и Садовая. Шалгинское водохранилище в Каражале тоже находится в неудовлетворительном состоянии. Весеннее половодие 2017 года будет многоводным. По предварительным данным Управления гидрологических прогнозов РГП КСГидромет, на 1-2-17 года поступление воды в водохранилище ожидается. Самаркандское от 110 до 210 миллионов кубических, при норме 201 миллион. Шурбай-Нуринское от 90 до 170 миллионов кубических, при норме 123 миллиона. Кингирское от 80 до 160 миллионов кубометров, при норме 128 кубометров. В течение 2016 года проведена значительная работа по ремонту гидротехнических сооружений. Местными исполнительными органами возведено более 23 километров защитных дамб. Укреплены берега и дно русел рек протяженностью более 3 километров. В 55 населенных пунктах, подверженных подтоплению, установлены локальные системы оповещения. Акимобласть оборучил продолжать работу в этом направлении. На сегодняшний день в опасных городах и районах области создан резерв финансовых и материально-технических средств. Однако некоторые районы накопили недостаточный запас инертного материала. В целом работа по организации и проведению подготовительных мероприятий продолжается и находится на особом контроле Акимобласти. АЕ Мамрина, Улжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. На протяжении шести лет в Казахстане успешно развивается новая правовая форма. Медиация признана самым удобным вариантом для разрешения конфликтов. В первую очередь медиация спасает жителей от судебных разбирательств и лишних затрат. 26 января текущего года председателям Верховного суда было подписано распоряжение об утверждении реализации пилотного проекта по внедрению досудебного регулирования споров. Что это означает? То есть категория споров, по которым необходимо применение медиации, это касается вопросов, ну и интересов ребенка, трудовых споров, вопросов, касающихся там наследственного характера. Когда соседи между собой там по вопросу земли испорят, по вопросу там, когда сосед соседа там затопил страховые случаи по договорам займа, то согласно этого положения, утвержденного положения, применение медиации является желательным. То есть когда сторона обращается в суд, естественно обращается в суд, к нему суд со стороны суда с определением направляется также извещение о том, что он имеет право этот вопрос разрешить в порядке медиации. Медиация набирает популярность в стране. Благодаря этому примирительному процессу удалось разрешить около тысячи спорных вопросов, не доводя их до суда. Если сначала слово было многим незнакомо, то сейчас граждане понимают его смысл. Принцип медиации направлен на компромиссное урегулирование споров без суда. Согласно положению пилотного проекта, предусматривается обязательная предварительная медиация в судах по некоторым категориям дел. В частности, в интересах ребенка, по трудовым, по которым не предусмотрено обязательно это судебное обращение в согласительную комиссию, наследственные споры, споры, возникающие между соседями об определении границ земельного участка, о затоплении квартир, о выселении, по вопросам управления кондоминиумом, о расторжении брака и разделе имущества супругов, а также по договорам займа и по страховым спорам. Судебные тяжбы, согласно принципу прозрачности, обычно проходят в открытом режиме. То есть, о проблеме спорящих сторон могут узнать все желающие. А медиация, в отличие от судебных дел, придерживается принципа конфиденциальности. Если суд при вынесении решений основывается на уже исследованных материалах дела, то медиаторы обязаны сами во всем разобраться и выслушать все стороны конфликта. Только после этого они выносят какое-либо решение. Искусство медиации заключается именно в том, чтобы обе стороны остались довольны решением и при этом расстались не врагами. Лариса Хусынова, Сельса Занбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Всех беременных женщин Карагандинской области планируют охватить новым уникальным медицинским сервисом дистанционный дородовой патронаж с функцией СОС. Проект запущен осенью прошлого года в Караганде и Цимиртау. На сегодня уже 3000 женщин ощутили на себе преимущество использования мобильного приложения «Моя беременность». Среди тех, кто по достоинству оценил уже мобильное приложение – Ангелина Вельгина. Она отмечает, что в приложении имеется вся информация вплоть до необходимых процедур и рекомендуемых продуктов питания. И вот, допустим, когда я хочу посмотреть, как мой ребенок развивается на моем, допустим, сроке, там есть календарь, там показано, как он выглядит на этом сроке, что у него в это время развивается. То есть все описано, как происходит у него развитие в это время. Как бы, ну, очень много полезной информации. Но самое главное достоинство приложения – это функция СОС. Как-то такой был случай, что мне стало плохо. Там не нужно нажимать, чтобы вызвать скорую цифры. Там просто одну кнопку нажал СОС, и все, в течение 10 минут приезжает скорая. То есть оказывает первую помощь. Впервые мобильное приложение было запущено осенью прошлого года. Вторая поликлиника Караганды стала одним из первых учреждений, где внедрили дистанционный дородовой патронаж с функцией СОС. Сегодня здесь наблюдается более 400 беременных женщин. Медики отмечают, что главная особенность приложения – это возможность постоянно находиться на связи с пациентками. Беременная находится со своим врачом-гинекологом в постоянном онлайн-режиме. То есть она задает вопросы, интересующие ее, какие-то жалобы беспокоят беременную. И в течение всего рабочего дня врачи отвечают беременным. То есть беременную получают квалифицированный ответ. Стоит отметить, что это первый подобный проект в Казахстане. До недавнего времени он действовал только в поликлиниках Караганды и Тимиртау. Но с февраля сервис стал доступным всем беременным Карагандинской области. Областное управление здравоохранения реализует проект в рамках реализации государственной программы Ден Саулык. Сервис разработан казахстанской компанией и является стопроцентным казахстанским продуктом. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Депутаты мажориста парламента продолжают проводить встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций Карагандинской области. 9 февраля информационная группа встретилась с работниками библиотек. Донести до каждого самую суть послания главы государства и конституционной реформы. Такова цель визита депутатов парламента в регионы. Народное избрание Канат Мусин на встрече с работниками библиотек пояснил самый щекотливый момент. Вопрос о собственности иностранцев и лиц без гражданства. В последнее время на различных интернет-площадках появляются опасения насчет территориальной целостности страны. Депутат Мусин развеял все сомнения. Во-первых, территориальная целостность государства – это принцип, который не подлежит изменению ни при каких обстоятельствах. Я бы если конституция в целом будет меняться, это положение останется неизменным. Во-вторых, право земельное отношение регулируется совсем другой статьей конституции, статьей 6, в которой четко сказано, что земля в Казахстане принадлежит государству. Земля, недра, все природные богатства принадлежат государству. И если часть земель выводится из оборота и предоставляется в собственность, то это регулируется законами Казахстана. Также парламентарий сообщил о результатах некоторых встреч. К примеру, шахтеры поднимали вопрос преемственности поколения. Зачастую на смену опытным, но пожилым шахтерам приходит молодежь с недостаточной квалификацией. Это было очень вовремя разъяснить людям о том, что как раз в этом году начинается реализация программы бесплатного профессионально-технического образования, и кто будет в ней участвовать. И это было воспринято теми же шахтерами с очень большим удовлетворением. Ну и не только шахтерами, но и теми коллективами, где нужда в квалифицированных рабочих кадрах на сегодняшний день имеется. Депутат в целом удовлетворен результатами поездки в Карагандинскую область. Народный избранник отметил, что население в большинстве с удовлетворением воспринимает конституционные реформы, инициированные главой государства. Андрей Тенжек, Слык-Нурта, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Солбомстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова